Добрый день, сутки. Анна Замесин, канал Сомнени.com. Где-то в начале сентября, когда до выхода iOS, скажем так, анонс iOS 10 был уже две недели, вышло какое-то обновление безопасности для iOS 9, которое не исправлялось на iOS 8. Собственно, поэтому я решил обновиться до девятки. И спустя две недели я сразу обновился на десятку, поэтому будет такое мнение о переходе с iOS 8 на iOS 10. Вообще считаю, что у Apple даются чётные операционные системы, а у Microsoft нечётные. Ну, грубо говоря, там Windows 10, которая на самом деле, Windows 9 отличная, Windows 8 хреновая, Windows 7 отличная, Vista хреновая, XP отличная, там 2000 или Millennium плохая, 98 отличная, 95 хреновая. То же самое в обратном порядке выпла. iOS 10 не нравится, со всеми оговорками, плюсами и минусами. iOS 9 не пробовал, не знаю, но большинство, с кем общаясь, ругались на него весь прошедший год. iOS 8 отличная, iOS 7, несмотря на новый интерфейс, говно. iOS 6 отличная, iOS 5, когда добавили вот эти вот шторки, как у iCloud, тоже было не очень хорошее. iOS 4 отличная. Как раз добавили в этот момент многозадачность в iOS 4. А дальше я уже не помню, потому что iPhone у меня тогда не было. Вот. И, собственно, чего? Есть такая фишка, что если вы не обновляете операционную в течение года, то когда вы обновляете её сразу через две, через одну, вернее, то у вас получается практически новые телефоны. Поэтому вот, скажем так, по общему впечатлению, вот сколько я проходил с ней уже недели две-три месяц, получается, что я операционной, в общем-то, доволен. Есть косяки, например, такие вот, которые раздражают, выбешивают, уже начинают, не знаю, там, с iOS 6, например, музыка, которую они убили и, как я понимаю, не будут её восстанавливать в прежнем виде. То есть, у меня была где-то пятилетняя библиотека музыки в iTunes. Я удалил её, продал вместе с NASA, к чёрту, короче, потому что мне задолбалось проверять, откуда у меня загружена эта песня из iCloud, вот, из этого Apple Music, iTunes Music, как вот там, iTunes Match, да? Загружена она с моей библиотеки или я загрузил её через шнурок от друга. В общем, у вас могла быть одна песня загружена четыре раза, не считая всех прежних глюков в виде необходимости загружать песни с тегами и всего одного прочего. И вот все программы, какие есть в Apple, в iPhone, точно так же, как они сейчас подсаживают вас на iCloud новую подписку, типа, купите место. То же самое, вы заходите в Shazam, тыгляните на прошлое иконку, где у вас был купить трек в iTunes. И теперь у вас там есть подписка iTunes Music. Вы заходите в iTunes Music, и куда бы вы ни тыкнули, а это я ещё настроил, чтобы реклама не выскакивала, и у вас везде будет. У вас радио, его не отключаете. Радио у вас получается только, когда вы подписываетесь на iTunes Music. Поиск у вас по своей библиотеке. Но если вы, вот, популярный, Елена Темникова. Что это за хрень, короче? Какой Аилов? Какой 21 points? Чё это за хрень? Нафига мне в моей музыке вот это вот из iCloud подсасанное? В общем, музыка это сразу не зачёт. Я пользуюсь вот такой вот программкой, которая здесь видите, сине-зелёненькая, салатенькая. Это такая программка для проигрывания музыки. У неё старый интерфейс ещё iOS 6. В общем, здесь музыка, альбомы, плейлисты, песни и поиск. Всё. А чего вам ещё из минусов сказать? Из минусов мне, я думаю, ну, из основного, я думаю, всё. Потому что как-то, этот, ну да, слайд анонлок. Я сейчас, кстати, записываю через этот вот шнур. Не знаю, видно или нет. Надеюсь, нормально запишется, который я покупал на Алиэкспресс за 300 рублей. Никаких проблем с ним нет. Иногда он ругается только на нокиовские зарядки. То есть, грубо говоря, дешёвый кабель, дешёвая зарядка iPhone начинает фигней страдать. Но если вы носите своей зарядкой, 5-вольтовая тепла, прям из коробки, никаких проблем до сих пор не было. А так как я купил эту штуку уже двум людям, они тоже особенно на это не ругаются. По крайней мере, никаких записей от этого не было. И вот все вот эти вот плюшки, которые подсосались из андроида, мне в принципе нравятся. То есть, вот это вот менюшка, в которой у нас виджеты появились наконец-то. Короче, вот тут это кукуруза, как она называется. Это Евросети карточка. Да, вот это вот Skype. Здесь студия. Это у нас YouTube студия. Поиск наверху отлично. То, что вы делаете свайп вниз от интерфейса. У вас последние запущенные программы без контактов. Потому что последние контакты мне нафиг не нужны. Вот здесь вот это вот как переключение между программами тоже отлично. Это я знаю, что это появилось на Windows. Два Windows компьютера настроились. Вчера мозги кипят от них вообще. И вот это вот быстрое меню, оно на iOS 9 появилось. В принципе, отлично. Потому что эти контакты быстрого доступа, они нафиг здесь не нужны, которые были наверху к черту. Библиотека, которая у вас с картинками, я думаю, отличная. Там сделали группировку по тематическим рубайкам. Грубая фотопленка, снимки экрана, люди, места, поиск лиц. Все это отлично. Все это я делал с помощью вот как раз iFTT. Часть пришлось вырубить. Хорошо, что они это сделали. Хорошо, как говорится. Сделали поиск. Я впервые, не знаю, ну да, получается в iOS 10 я впервые начал пользоваться поиском на iOS. То есть вы включаете Spotlight. Он у вас индексирует все, что можно. Вы вводите какую-нибудь букву. И у вас он автоматически ищет по всем приложениям, которые поддерживают. Подписчики. Это какое-то приложение для Инстаграма. Надо будет посмотреть. iFTT. Нашел. Акал Дарович. Нашел. iTunes Store. Нашел. А там вот iCasis. Я там по-моему чинил батарейку айфона когда-то. Инстапапер. Там музыка пошла. Контакты. Задачи в OmniFocus. У меня в OmniFocus две с половиной тысячи записей. Чтобы каждый раз его не запускать, вот таким виджетом отлично. Контакты из Slack. Из Telegram. Записи из Day1. Dropbox. Приндексировался. iCloud Drive. Календарь. Ссылки в Safari. Shazam. Заметки. Вот здесь заметка. Айпад. 1495-2013 год. Закладки в iBook. Pages. Закладки в Chrome. Почта. Видео какие-то. Отлично все это работает. Я в принципе операционкой доволен. И кстати еще один какой косяк мне не понравился. Это вот эти вот виджеты. Айпл всех подталкивает на свою этот Touch ID. Софт-тач как он там называется. И вот то что есть на... Как он... С утра надо кушать, чтобы мозг соображал. И вот то что есть на iPhone без Touch ID. Вот это вот Touch ID. В общем без сенсорного экрана с обратной отдачей. То что SE и шестерки обычные. Вот посмотреть появляется только когда вы нажимаете вот скажем так на этот менюшку. Стягиваете его вниз. И вас вынуждают вот этим вот пользоваться. То есть раньше я знаю многие девушки и мальчики тоже вот этот вот сенсорный экран с отдачей. Они его отключали к черту и мать. И потому что нужно привыкать к тому как им пользоваться. Так вот потом уже сложно отвыкнуть от него чтобы им не пользоваться. Но вот большинство я думаю как-то было так. Поэтому вот здесь я вижу например очистить. Или смотреть я уже не помню. Но вот одного из пункта меню у них нету. Это собственно плохо. Чего еще? iPhone стал работать быстрее кстати. Вот это первое мое удивление было. То есть то как раньше было. Ну наверное сейчас есть на macOS. То есть вы устанавливаете новую систему. Вот на macbook. Ему уже 4 года. Надо будет про него тоже что-то сказать. По прошествии стольких лет. Вот. И как его? У вас система становится быстрее. В iOS такого не было никогда. Ну вот вообще никогда не было. То есть вы на старое устройство устанавливаете новую iOS. И вы смеяетесь с тем что оно будет лагать. Вот здесь она как минимум работает точно так же как iOS 8. Не знаю про iOS 9. Потому что я с ним мало сходил. В памяти ничего не осталось. Но вот оно работает по уровню iOS 8. То есть есть конечно какие-то мелкие лаги. Например если вот так вот нажму. Здесь будут такие вот замыливания. То есть как-то памяти не хватает в системе. Она не успевает все отрисовывать. Ну это такие мелкие подлагивания. Которые. Они не делают погоды. То есть от них даже не раздражаешься. Может быть конечно я как его слишком много настраиваю в последнее время людям Android. И я к микроподлагиванию привык. Но как-то iOS 8 вернее 10. Да. Он всячески меня радует. И как-то вот хочется новый iPhone. Осталось найти на него денег. Кстати мне вот эта погода. Кстати. Вот это мне нравится. Где-то здесь была погода. Почему здесь все наиваете? Скажите мне. По-моему Apple про меня что-то догадывается. Вот у меня фокус. Задача. Здесь карты. Вот виджет кстати. Недалеко ушли. Видите? Яндекс карта. Не надо его открывать. Это все работает. Ну отлично. Почему это не работало на S9? Уведомления. Все эти шторки. В общем все это мне нравится. На этом видео думаю завершить. Вселучшего. Хорошего дня. Суббота.